ЧОПы под прицелом законодателей. В настоящее время в Владимирском регионе более 160 частных охранных предприятий. Главная их задача обеспечивать безопасность. Но кто поручится за тех, у кого на вооружении огнестрельное оружие? По словам представителя одного из ЧОПов, у них самые жесткие требования к подбору кандидатов. В приоритете бывшие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, отмечает Дмитрий Петров. При этом без наличия удостоверения частного охранника работа вообще невозможна. Но на этом список требований не ограничивается. Кандидат на работу приходит устраиваться в ЧОП. Предварительно ему необходимо пройти обследование у врачей на наличие противопоказаний для работы в охране. Кроме того, ему необходимо посетить психоневрологические и наркологические диспансеры. Там тоже необходимо пройти обследование. После этого необходимо сотруднику обучиться. После обучения можно приступать к работе. Но контроль за деятельностью частных охранных предприятий на законодательном уровне далек от совершенства, рассказывает замначальник управления Росгвардии региона. Именно росгвардейцы и должны осуществлять надзор. Самые частые нарушения в ЧОПы иногда берут на работу иностранцев, в том числе из тех стран, где процветает запрещенная организация. Также зафиксировано несколько случаев, когда сотрудники частных охранных предприятий участвовали в криминальных разборках с применением служебного оружия. Но проверять ЧОПы, по сути, Росгвардия почти не может. Два года назад был введен вообще, скажем так, мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Скажем так, частные охранные организации, они как раз входят в малый бизнес. То есть практически мы деятельность этих организаций не контролировали. То есть в соответствии с законом. После вступления в силу 294-го федерального закона о проверке малого и среднего бизнеса, количество ЧОПов в стране резко возросло. Так говорит статистика. На сегодняшний момент в России действует больше 20 тысяч частных охранных предприятий. В Госдуме полагают, что в такой ситуации ужесточение контроля за деятельностью подобных организаций – мера необходимая. Эту инициативу поддержали и в законодательном собрании региона. ЧОП – это единственная негосударственная структура, которая имеет на своем вооружении огнестрельное оружие. Поэтому, безусловно, вот то предложение Государственной Думы, депутатов Государственной Думы о ужесточении контроля за деятельностью этих организаций, этих предприятий, наверное, правильное. И депутаты законодательного собрания тоже разделяют вот эти опасения. Впереди не только внесение поправок в закон, но и вступление в силу новых законодательных норм. Эти изменения позволят усилить контроль, а значит и снизить уровень нарушений закона в частной охранной сфере. Подводят итоги законодатели.